Добрый день, дорогие мои! Вас приветствует студия Виктора Алексеевича Степашкина, преподаватель Вишнякова Татьяна Викторовна. Сегодня у нас такой, в общем-то, мастер-класс, ну, достаточно необычный, он не совсем традиционный, как обычно. Так как я сотрудничаю с полиграфией, недавно мне поступил заказ на создание обложки для Фейсбука, ну, одной достаточно крупной компании. Вот. И творческая задача стоит такая, как бы взять знаковые здания Москвы, да, и их переработать, их преподнести в какую-то такую необычную, симпатичную графику. Вот. Вы, конечно, знаете, что, как правило, в обычном академическом рисовании не используют линеек, но так как эта графика будет потом специальным образом сканироваться и дальше чиститься в векторном редакторе, и, соответственно, здесь я, в общем-то, так сказать, разрешаю себе пользоваться линеечкой. Вот. Мы с вами вспомним основные приемы графики и, соответственно, будет у нас такой короткий мастер-класс по скетчингу гелевой ручкой. Вот. Кто-то, может быть, использует специальные линеры графические такие, эскизные, но я их, к сожалению, просто на дачу не привезла. Вот. Поэтому мы попробуем обойтись гелевой ручкой. Значит, в данный момент зданий эскизов заказано несколько, и, соответственно, в данный момент я условно рисую нашу прекрасную сталинскую высотку здания университета МГУ. Чтобы вы понимали, передо мной открыт ноутбук, вот. И я, в общем-то, и я рисую здание университета как бы с фотографией. То есть оно такая реалистичная фотография. Естественно, какие-то моменты я буду упрощать в эскизном варианте, да. То есть останутся какие-то весьма у нас условные, но главное, что узнаваемые, узнаваемые окошки, формы зданий и так далее, да. Значит, вот, посмотрите, в данный момент я набрасываю высотку карандашом и потом, используя основные приемы графики. Вспоминаем, какие штрих, линия, пятно и точка. Так. Штрих, линия, пятно и точка. Мы как бы эту главную башню университета эскизно накидаем. Вот почему стоит такая, ну, как бы необычная задача. Кто сталкивался, кто работал с полиграфией, наверное, прекрасно знает, что на таких ресурсах, как iStalk, Shutterstock, существует огромное количество, огромное количество красивых, таких, знаете, чертежных, как бы чертежных векторных изображений всех символов Москвы. Вот. Но, но, на этих векторных ресурсах, ну, эти изображения может, как бы, скачать каждый. Вот. И поэтому они не являются уникальными. Вот. А есть, ну, ряд компаний, которым важна, как бы, именно уникальность, именно их контента. Вот. И здесь, конечно, в таких ситуациях может быть подача, подача только именно вот рукотворная. Другое, как бы, не утверждается и не проходит в этом дело. Вот. И поэтому такие компании, вот, они, как бы, обращаются уже именно к художникам. Вот. Соответственно, смотрите, так как у меня предполагается калаш из созданий, я не буду, наверное, здание университета сейчас отрисовывать целиком. Вот. И, так как это все будет еще все равно дополнительно сканироваться и чиститься в программе Adobe Illustrator, вот, мне достаточно отрисовать, вот, как бы, башню основную и вот половину фрагмента, который я потом в программе в графическом специальном редакторе для полиграфии. Я этот фрагмент от зеркалю. Вот. Соответственно, то есть, ну, это такая работа. Получается, что часть это графика, другая часть работает векторный и растровый редактор. Вот. Она такая совмещающая. Совмещающая. Вот. Так что мы вот сейчас вот накидали основное, да, основное строение университета МГУ. И мы сейчас начнем детализацию гелевой ручкой достаточно быстро. Вот. Потом все это сканируется и чистится. Вот. И я повторю. Повторю. То есть, мы используем принцип линия, штрих, точка, пятно. Линия, штрих, точка, пятно. Вот. И исходник фотографии университета я могу тоже прикрепить тогда внизу по ссылочке под видео. Вот. Чтобы вам было понятно, с чего я рисую и как это все выглядит. так. Ну вот, мы, пожалуй, закончили. Так. Теперь вы посмотрите. У меня специально взято несколько гелевых ручек, потому что какие-то из них пишут лучше, какие-то похуже. Вот. И мы начинаем, значит, постепенно, постепенно. вот так вот начинаем обводку с основных, так сказать, направляющих, компонентов. Так. У нас красная звезда такая. Вот здесь вот. Начинаем. Начинаем с тех элементов, которые у нас более понятны. В общем-то, в такой графике важно даже, как бы, соблюдать там не количество арок, переходов и окошечек, сколько вот общую узнаваемость зданий. Это вот у нас стоят какие-то статуи, соответственно. Да. Вот они вот здесь вот. И мы вот это все так достаточно условно перерисовываем. Так. какие-то статуи вот здесь вот какие-то выходы. Вот они. Вот. И, соответственно, все это дальше тянется вот так вниз. вниз. И вот уже постепенно у нас здание нашего университета, оно как бы вырисовывается, оно становится узнаваемым. И вот он подс το в عليه он подсетит, там Продолжение следует... Так, дальше вот здесь вот идет такая небольшая разница по тону, то есть вот здесь вот много окошечек маленьких, мы их собственно так и рисуем маленькими такими как бы штрихами. Подчеркиваю. Вот. Вот так я немножечко как бы обозначаю секции окон. Вот, всю эту мелочевку все равно как бы не увидите взглядом, не схватить. Так, а вот здесь мы делаем такие более окошки, они идут крупные и в один ряд. Это важно, мы их так и рисуем. Это дает именно узнаваемость самого здания. Эскиз я строю с обычной фотографией. На фотографии такой довольно нейтральный пасмурный день. Вот, что в данном случае хорошо. Глаз не отвлекают какие-то яркие тени солнца, какие-то переходы такие слишком жесткие. Так, так как скорее всего у меня будет идти в эскизе здания университета вторым планом, то есть его будут закрывать впереди, как бы скажем, другие узнаваемые здания типа Спасской башни там и так далее. Вот, я сильно крыльцо пока не прорисовываю. Ну, вот, собственно, что у нас получается. Теперь мы аккуратно стираем ластиком. Башенка наша готова. Первая, да? Еще вот без этого продолжения. И мы немножечко усилим сейчас контрасты теней. Сейчас вот иногда там, где стирается карандашик, не хватает, начинает немножко не хватать каких-то деталей. Вот мы их сейчас усилим. Вот, да. Вот. Вот. значит обратите внимание в этой графике я не пытаюсь соблюсти идеальную чертежность и точность линий геометрически точных, красивых, простроенных зданий именно в чертежном варианте на шаттерстоке, всяких фоторесурсах, векторных иллюстрациях их очень много если у заказчика стоит творческая задача взять точный чертеж векторный здание узнаваемого он именно обращается туда на эти ресурсы и вообще как бы не заморачивается вот а здесь у нас именно должна быть такая все-таки здание не чертеж а что-то что-то поживее вот и как я говорю мы вот здесь отрисуем половину МГУ то есть этого достаточно начнем так так вот вот это свое начнем 5 уровня 5 уровня Продолжение следует... Там тоже такие окошки, как бы достаточно узнаваемые. Соответственно, вот здесь, вот на этой стене, как бы идут вот такие вот, как двойные окошки. Их мы тоже намечаем достаточно условно. Здание, конечно, университета МГУ, но я считаю, что оно одно из самых красивых в Москве. И низ этого перехода я, как бы, немножечко его подштриховываю. То есть я его немножечко притемняю, что позволяет эту башню, как бы, поставить на место. У вот этой башни важно сделать вот этот выступ. Выступ, такой он, как бы, переходом идет. То есть подчеркнуть вот этот переход. Вот что она такая, не совсем ровная. Так, и точно так же мы обозначим несколько окошек. Окошки у нее идут вот таким, с двойным дуэтом. Ну вот мы практически уже подходим к заключительной части. Вашего рисунка. Сейчас тут точно так же стираем карандаш. Немножко усиливаем отдельные элементы. Немножко более темные какие-то вот здесь вот есть фрагменты и пятна. Так. Так. кто сейчас отдыхает за городом может точно так же сделать такие красивые архитектурные зарисовки может быть у вас какая-то поблизости есть усадьба старинная или может быть какая-то церковушка симпатичная красивая вот которую обычной ручкой карандашиком ластиком вот в таком вот такой техники скетчинга легкого можно нарисовать так мы приступаем к заключительной башенки наверное даже вот вот эту вот форму я рисовать не буду потому что скорее всего в заключительной картинке она скроется просто за другими зданиями вот уже наш скетчинг скетчинг в принципе подходит концу вот такой короткий мастер-класс вот у нас получилось и вполне такое узнаваемое здание нашего легендарного университета так намечаем заключительный окон окошки ну и собственно все наш эскиз готов вот конкретно для этого проекта мне еще надо будет отрисовать спаску башню исторический музей новый концертный зал зарядье и так подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и всего вам самого доброго пока 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 Продолжение следует...